Дальмены и развалины храмов. Сочи решают, какие объекты войдут в Золотое кольцо Боскорского царства. Торговля идет бойко, но незаконно. Административная инспекция наведалась сегодня на Донскую. Сочинцев снова приглашают волонтеры. Активные добровольцы нужны на чемпионат Европы по футболу. Оставили свой след. Участники новой волны в Сочи вылепили барельеф. Его оставят в городе на память. Владимир Путин посетил оздоровительный комплекс «Валейград» в Анапе. Главу государства сопровождал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В эти дни на территории спортивного центра проходит молодежное первенство России по пляжному волейболу. Президент пообщался со спортсменами и тренерами, а также понаблюдал за игрой. А после также на территории учебного центра Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства призвал правительство поддержать строительство подобных спортивных комплексов по всей стране. Нужно уделять внимание, конечно, подобным проектам, по ведомствам прошел, по правительству такой сигнал тоже направить с тем, чтобы не только по линии спорта, но и там, где возможно поддержать частные инициативы, нужно делать для того, чтобы развивать нам физическую культуру и спорт. Мы знаем, насколько это важно для здоровья нации, знаем, насколько это важно для решения ключевых задач, в том числе связанных с увеличением продолжительности жизни в стране, со здоровьем граждан Российской Федерации. Сегодня учебный комплекс «Валейград» является главным центром подготовки национальных команд России по классическому и пляжному волейболу. Концепцию развития Краснодара сегодня рассмотрели на градостроительном совете. Совещание, в котором приняли участие представители краевой и городской власти, а также архитекторы и общественники, провел глава Кубани. Пройдена уже большая половина пути. Разработчики генплана подготовили подробный анализ Краснодара и сделали цифровую топографию территории. Сегодня для градостроительного развития краевой столицы определили агломерационную модель. Сегодня рассматривать генплан Краснодара вне агломерации, которая потенциально может быть Краснодаром, будет неправильно. Андрей Тович, может быть, надо нам глав районов пригласить те, которые потенциально уже являются городской агломерацией, потому что я бы не хотел, чтобы Краснодар потенциально прирос собачьей застройкой, которая сегодня отчасти стороны Динского района, Краснодару особенно, начинает формироваться. Поэтому здесь тоже очень внимательно нужно подойти к тем территориям, которые потенциально будут, пусть через 10 лет, не знаю, через сколько, но тоже будут Краснодаром, чтобы мы потом не решали проблемы, которые сегодня, к сожалению, находятся в самом Краснодаре. Поэтому здесь внимательно надо посмотреть на генпланы, вы говорили, там, Динского района, безусловно. Если они будут такие, которые будут интегрироваться с генпланом Краснодара, чтобы в этой территории, которая потенциально будет новым Краснодаром, они были продолжением, если нам удастся создать комфортного Краснодара. И тоже были комфортными зонами застройки. Особое внимание, по словам Вениамина Кондратьева, также необходимо уделить индустриальному развитию Краснодара. Для этого в новом генплане важно закрепить действующие промышленные зоны, в которых нельзя будет вести жилую застройку. Учтут и экологическое направление. В генеральном плане появится отдельный раздел, определяющий зеленый каркас территории. В Сочи сегодня солнечно, непогода отступила, а в минувшие выходные курорт попал в зону мощного циклона, который принес сильный дождь. За пару часов выпало 100 миллиметров осадков. При средней норме в месяц 135. Эмеретинская набережная. На пляжах тысячи отдыхающих. Про ливень, который обрушился на курорт в субботу, уже почти никто не вспоминает. Говорят, обычное природное явление для влажных субтропиков. Обычная дождливая погода, один день, я думаю, вполне нормально. Ну а вы сами ощутили, что был залповый ливень, затопило весь курорт? Нет. То, что ливень был, это правда, но канализация у них очень хорошая. И вот как закончилось, я посмотрела, на балкончик вышло, отлично все. Как будто ничего не было. Сливы как бы хорошие, дороги так специально расположены, все работает, крыша все стекает. Не было ни разу, чтобы мы даже ноги промочили. Очень хорошо. Прекрасный отдых. Здесь все спокойно, не знаю, мы отдыхаем, как обычно. По данным мэрии, на устранение последствий залпового ливня коммунальным службам потребовалось менее суток. В гостевых зонах в течение двух часов была откачана вода из подземных переходов, убраны поваленные деревья и мусор. Оперативно на курорте справились и с небольшим селевым потоком. Десять кубов примерно грязекаменной массы сошло. У нас, к сожалению, так вот расположен город, что в горных местностях у нас бывает такое. При залпах таких ливнях пострадавших нет. Да и сами пляжи не особо пострадали. Лишь одна прибрежная зона была частично размыта, вышедшая из берегов Агурой. Эвакуации не потребовалось, вода на территорию отеля не зашла. То, что говорили вчера, что у нас смыла пляж, слухи преувеличены. Да, был дождь, да, немножко поднялась река. Ситуация была контролируемая. В результате этого происшествия у нас немножко была смыта техническая зона, которая на отдых наших гостей не влияет. Остальной пляж абсолютно в нормальном состоянии. Тем не менее, на некоторых иностранных сайтах во время ливня появилась информация, что власти города объявили экстренную эвакуацию. Сообщения выходили, к примеру, под такими заголовками. В Сочи началась масштабная эвакуация. Метеорологи предупредили о сильнейшем шторме и смерче. Или вот, настоящий Армагеддон, курортный Сочи из-за ливня ушел под воду. Действительно, штормовое предупреждение было, но в сообщении говорилось о необходимости свернуть палаточные лагеря, расположенные на берегу моря и в поймах рек. В них, как правило, останавливаются неорганизованные туристы, так называемые дикари. Речь об эвакуации населения не шла. Такая подготовка к стихии стандартная, применяется во всем мире. Естественно, что службы оперативные, в том числе через громкоговорящую связь, объявляли о том, что уважаемые гости города, будьте бдительны, возможно, штормовые явления, и это может привести к эвакуации. Но, повторю еще раз, таких ситуаций не было. У нас не было даже подтопленных домов. О какой эвакуации может быть речь? Поэтому это, я считаю, просто-напросто блеф, который запустили. Сегодня же на всех пляжах курорта о непогоде уже вообще ничто не напоминает. По прогнозам синоптиков, Сочи до конца недели будет облачно. С прояснениями возможны лишь небольшие дожди. Температура морской воды ниже 24 градусов не опустится. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Сочи вошел в межрегиональный проект «Золотое кольцо Боспорского царства», рассчитанный до 2035 года. Это большой туристический маршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства. Маршрут включает 10 городов на территории Краснодарского края, Крыма, Ростовской области. Для Сочи это возможность привлечь дополнительный туристический поток. Власти курорта уверены, это направление нужно активно развивать, работать над логистикой и картой будущих маршрутов. Накануне группа сотрудников мэрии, Музея истории Сочи и Российской академии наук обследовала самые доступные объекты исторического показа. Во всем мире культурно-исторический туризм является одним из флагманов индустрии отдыха. Люди специально пересекают океаны и континенты для того, чтобы прикоснуться к древней истории человечества. Сочи в этом смысле очень повезло. Он появился на перекрестке эпох. Уже доказано, что городу около двух тысяч лет. Древние греки в лице Клавдия Птолемея назвали Сочи Ампсолида, что в переводе означает «город храброго воина». Каменный век, бронзовый период, античность, раннее и позднее средневековье, новое время. Каждая эпоха оставила свой след. В каждом районе курорта есть свои объекты показа. Правда, все они пока логистически разрознены и не объединены одной общей идеей. Есть регионы, где не было архитектуры античности, есть регионы, где не было раннего каменного века, есть многие регионы, где не было Византии. У нас практически есть все срезы, которые нужно привести в нормальное состояние, пригодное для достойного показа нашим отечественным туристам и заграничным. Золотое кольцо Боспорского царства – это большой туристический маршрут по местам, где в античное время располагались и города древнего государства. Маршрут включает 10 городов на территории Краснодарского края, Крыма, Ростовской области. Сочинские поселки могут похвастаться не только природными ресурсами, но и богатым историко-культурным прошлым и археологическими достопримечательностями. Поэтому у них есть все шансы стать отдельными мини-курортами, как это работает, например, в Турции. Дальмены, а их в Сочи около 400, античные крепости, 25 древних христианских храмов, многочисленные виллы и поместья аристократов начала XX века. Все это должно использоваться для развития интеллектуального туризма, который очень любят не только россияне, но и иностранные гости. Мы понимаем, что будущее города, любого города, в том числе и нашего города, невозможно без прошлого. Предприняли мы эту экспедицию совместную для того, чтобы определить наши первые шаги в эту сторону и определить так называемую дорожную карту, ее написать, ее обмозговать и, наконец, начать ее притворять. Один из главных вопросов – определить четкий план взаимодействия с сочинским нацпарком, поскольку большинство объектов находится как раз на его территории. Специалисты уверены, если проект «Золотое кольцо Босфорского царства» заработает в Сочи в полную силу, то город вполне может рассчитывать не на 6,5, а как минимум на 11 миллионов туристов ежегодно. Ольга Десятого, Максим Кавригин, телекомпания ФКТ. Межнациональный диалог в молодежной среде – важный вопрос. Накануне обсуждали в Туапсе. Там прошел однодневный семинар по духовно-нравственному воспитанию молодежи. На семинар приехали делегации из шести городов Краснодарского края. Всего более 130 участников. Это представители НАСА общин, руководители патриотических клубов и различных творческих коллективов. Самые активные получили благодарственные письма от губернатора за укрепление межнационального. На настоящий момент эта тема достаточно актуальна, так как в первую очередь затрагиваются вопросы противодействия экстремистской деятельности в молодежной среде. В первую очередь на межнациональной и межконфессиональной почве. В семинаре участвовали в большинстве своем представители курортных городов, где население вырастает за счет туристов и здесь. Межнациональные отношения – это залог и безопасности экономической. Всего же в регионе сегодня проживает более 140 национальностей. Семинар в Туапсе стал третьим. До этого подобные встречи проходили в Армавире и Новороссийске. Заключительный семинар пройдет в сентябре в Краснодаре. К другим новостям. Бойко, но незаконно. Торговля на Донской сегодня оказалась в поле зрения административных инспекторов. Несанкционированный бизнес заполонил тротуары и пешеходные переходы микрорайона. Цветы, фрукты, овощи, носки в ассортименте. Приобрести на Донской можно все, что угодно, не заходя в магазины и торговые центры. Среди продавцов и местные жители, которые продают собственноручно выращенную продукцию, и реализаторы, которые устраивались на такую работу, заведомо зная, что она нелегальная. Елена Худинова, одна из них, в Сочи перебралась недавно. Утверждает, что официально трудоустроиться не смогла. А между тем в сочинском центре занятости тысячи вакансий. Там нужен какой-то стаж, какое-то время работы. У меня этого нет. Я приехала, зарабатываю. Можно обратиться в отдел по клиническому рынку, администрации города, для участия в тендерах на размещение нестационарных торговых объектов. То есть вы получите разрешение на размещение НТО, так называемого, в котором вы будете совершенно законно подавать свои товары. В данном случае это нарушение, это место, не предназначенное для размещения товара. Сотрудники Управления административной инспекции по всем фактам составляют протоколы. Нарушением считается не только вот такая выносная торговля, но и торговля за пределами ларька. Выставлять ящики с овощами на тротуар запрещено. Штраф на физлиц до 3000 рублей. А вот Елена Худинова заплатит 5000 за повторное привлечение. Для индивидуальных предпринимателей штраф на порядок выше 10 тысяч, на юридических лиц 50. Управление административной инспекции занимается соблюдением правил благоустройства, и санитарного содержания на всей территории города Сочи. Это касается нарушений в части законодательства не только незаконной торговли, но и все, что касается нарушений в части строительства, выбрасывания мусора. Наводим чистоту на территории города. С начала года управлением административной инспекции составлено более 6 тысяч протоколов. Это по городу Сочи в общем, по всем районам. Работа продолжается ежедневно. На Донскую административные инспекторы обещают вернуться еще не раз. Административные протоколы будут составлены как на новых нарушителей, так и на тех, кто продолжает нарушать. Напомню, они будут оштрафованы в двойном размере. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 20 августа в Сочи переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 24, плюс 26. Днем 25, 27 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 26. В Сочи презентовали волонтерскую программу предстоящего Чемпионата Европы по футболу 2020. Турнир впервые пройдет сразу в 12 странах, и волонтерская программа будет самой разнообразной в истории спорта. Принять участие в ней смогут тысячи людей, в том числе и сочинские опытные добровольцы. Что из себя представляет волонтерская программа и какими качествами должен обладать доброволец, чтобы попасть на Чемпионат Европы по футболу в следующем году, сочинским волонтерам рассказали их коллеги – специалисты из Центра подготовки городских волонтеров города-организатора предстоящего Евро Санкт-Петербурга. Они посещают города, где в 2018-м проходил Чемпионат мира по футболу. Волонтерскую программу уже презентовали в Москве, Ростове, теперь в Сочи. Далее в маршруте – Волгоград, Казань и Нижний Новгород. Отбор у нас начинается с февраля месяца следующего года. Заявки уже подаются сейчас, мы их активно рассматриваем. И будем рассматривать волонтеров по разным критериям. Это и самое важное, наверное, это знание иностранного языка, потому что все-таки Евро – это Чемпионат Европы. Также мы будем рассматривать их по каким-то человеческим качествам, это дружелюбие. И самое главное, волонтер должен быть самым веселым, активным и проявлять очень много положительных эмоций. Волонтерская база в нашей стране очень большая. В каждом городе есть опытные добровольцы, участвовавшие не только в Мундиале, но и в других крупных мероприятиях. В Сочи таких сотни. Однако, по словам организаторов, опыт – это хорошо, но не главное. На Евро отправятся лучшие из лучших – всего более 1500 волонтеров. Те ребята, которые подают обычно заявку, допустим, на Евро 2020, соответственно, они уже имеют опыт волонтерской деятельности. Поэтому в связи с этим у них большой вариант и большой шанс того, что они попадут действительно в состав волонтерской команды. Заявок не так много пока на данный момент. Сейчас у них решается вопрос о предоставлении дополнительных либо скидок, либо льготного размещения. То есть это принципиальный вопрос для многих волонтеров. Поэтому, как только у них вообще решится с этим вопросом, я думаю, что количество заявок возрастет. Юбилейный чемпионат пройдет в 12 городах Европы. На турнире добровольцы будут задействованы в проектах, связанных с аккредитацией, церемониями, транспортом, работой со СМИ, билетами, проведением матчей и обеспечением сервиса для зрителей. Подать заявку можно на сайте ruuefa.com или на электронную почту spb.volontörsobakaeuro2020.com. Кто попадет на Евро 2020, станет известно в апреле. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Оставили свой след участники конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». В Сочи вылепили барельеф. Позже его отольют из бронзы и установят рядом с другими памятными табличками прошлых лет. Расскажет Ольга Десятого. Традиция лепить барельеф «Новой волны» появилась в 2010 году в Юрмале. Прижилась она и в Сочи, куда конкурс переехал после Олимпиады. Участникам нынешнего смотра молодых исполнителей тоже предложили проявить фантазию. Вылепить из глины название группы, инициалы или флаг своей страны и прикрепить на барельеф. Иными словами, оставить свой след в истории конкурса. Это моя флаг. Ну, это во-первых, жестко. Это паводник «Свобода» из Риги. Мы трио. Радио трио. И мы каждый из самых регионов. И мы звездочки. В создании барельефа пригласили поучаствовать и мэра. Глава Сочи Анатолий Пахомов вылепил факел с крыльями. Это символ огня, а значит жизни, отметил мэр. Он подчеркнул, что «Новая волна» – это престижное для города мероприятие, и курорт рад принимать его уже в пятый раз. Город Сочи после Олимпийских игр – это площадка для проведения многочисленных событийных мероприятий. Это, конечно, и спортивные мероприятия, это, конечно, и политические мероприятия, но это, конечно, и культурные мероприятия. Мы очень гордимся тем, что все эти звезды, в том числе и действующие, и будущее, находятся сегодня в Сочи. В этом году в «Новой волне» участвуют 13 исполнителей из 11 стран. Гостей ждет несколько ярких концертов в Олимпийском парке, в том числе один бесплатный. Зрители приглашают на дискотеку под открытым небом на Южном Малу. Организаторы в этом году подготовили массу сюрпризов. Во-первых, будет «Рита Ора» в закрытии. У нас будет неожиданный дуэт Натальи Арейра на творческом вечере. Круто, поэтому тоже хочу, чтобы вы обязательно увидели это в эфире. Ну и, конечно же, наша гордость, самое важное – это наши конкурсанты, которые в этом году как никогда сильнейшие просто. Ну а слепленный участниками барельеф позже будет отлит в бронзе. Его установят 29 августа рядом с барельефами прошлых лет на улице Несебрской. А на Новогинской тоже по традиции появятся звезды с именами всех финалистов 18-й «Новой волны». Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». В Сочи прошли вечера венской музыки. В Парке науки и искусства «Сириус» выступили известные австрийские вокалисты с программой самых популярных фрагментов из венских опер и оперет. Молодые вокалисты из Вены, солисты самых известных оперных театров Австрии и Германии выступили совместно с музыкантами Сочинского симфонического оркестра под руководством австрийского дирижера Йоханна Сапелля. 16 августа исполнялись арии из опер «Дон Жуан», «Женитьба Фигаро», «Волшебная флейта». 17 августа звучали самые известные фрагменты из оперет «Веселая вдова», «Летучая мышь», «Королева Чардаша». Австрийские гости – это молодые вокалисты, не так давно окончившие высшие музыкальные заведения, но уже имеющие достойную репутацию в своей стране. Все они – участники и победители международных конкурсов. Тот стиль, который, в принципе, родился и развивался в Вене, и, возможно, здесь он не очень известен, но как раз это очень интересно, привнести вот этот наш венский стиль и попробовать его соединить с тем, что знают и имеют музыканты здесь. Опереты отражают то время, которого больше не существует, которое с Первой мировой войной закончилось. И мне, например, не очень нравится, когда сейчас некоторые постановки опереты переносят в современное время, потому что, мне кажется, это не работает, потому что все-таки музыка опереты – это выражение того времени. Вслед за вечерами венской классики в парке науки и искусства «Сириус» пройдут концерты, посвященные итальянской музыке. В Сочи появилась скульптура, для которой позировал Андрей Григорьев Аполлонов, участник группы «Иванушки Интернешнл». 20 августа они и выступят на летнем фестивале «Звезды русского радио». В этот же день в 7 часов вечера состоится открытие скульптуры под названием «Счастливчик». Бронзовая скульптура установлена в центре города на Платановой аллее. Рыжий стоит на облаке и держит небольшое облако в руках. Композиция уже пользуется популярностью у отдыхающих. Люди делают со счастливчиком фото на память и, на счастье, натирают ему разные части тела. В соцсети выкладывают фотографии под хэштегом «По три рыжего». Участники челленджа уже присвоили отдельным фрагментам свою смысловую нагрузку. Так, например, потереть голову можно для избавления от глупости, сердце от бессердечности. Есть и часть скульптуры, ответственная за борьбу с бесплодием. Мы спросили у прохожих, какую бы часть тела они потерли на удачу и вообще, почему именно Андрей Григорьев-Аполлонов стал прототипом счастливчика. За свое творчество. Поет хорошо. Творчество. Вы как думаете, что ему потереть нужно на удачу? Я не знаю. Карман, может быть. Да, наверное, карман. Когда рука чешется, лучше карман тереть. Я думаю, что он не заслужил. Ну, конечно, ставят героем таким. Ну, возле такого заведения, в принципе, по большому счету, как завлечение. Почему бы и нет? Памятник шутливый, а это наши ребята, они наш город прославляют. Достойные ребята, я считаю. Моя молодость, между прочим, на их песнях прошла. Я бы носочек этих кет замечательных потерла. Реально, он яркая личность и заслужил этот памятник. А что бы я ему потерла на удачу? Ну, наверное, руку. Группа очень долго просуществует у них. И популярная достаточно, много покойников. Ну, почему бы и нет? Что бы вы потерли ему на удачу? Какую часть делала? На удачу? Наверное, животик. 20 августа, в день открытия, в 7 вечера, к скульптуре придут участники группы «Иванушки Интернешнл». Они сфотографируются с фанатами и дадут автографы всем желающим. 19 августа православные христиане отмечают второй «Спас Августа» – «Яблочный». Так в народе обычно называют церковный праздник преображения Господня. Раньше люди были уверены, что есть яблоки до этого дня нежелательно. Это связано с тем, что яблоко издавна считалось греховным плодом. Именно его съела Ева, нарушив запрет. По традиции, в этот день начинался сбор урожая. До этого плоды считались неспелыми и незрелыми. В этот же день принято угощать всех бедных и больных людей. В этот день, несмотря на Успенский пост, который начался с медового Спаса 14 августа, церковь позволяет прихожанам употреблять в пищу рыбу, а также испеченные на постном тесте пироги, блины и булки с яблочной начинкой. Раньше считалось, что на яблочный Спас заканчивается лето. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok